здравствуйте хочу рассказать о взрывах бытового газа и показать этот дом значит что я знаю это было конечно не при мне вот этот дом постройки 1917 года это чуть больше ста лет прошло так скажем 101 год или около того когда его построили хозяева тут но не тут не в этом месте чуть дальше был бор может и здесь был бор сосновый хозяева сбежали за границу покинули эти края дворец это воронцовы были а потом их дети там я уже не помню как там их фамилия в общем родственники они выехали за границу и естественно все было ничего поэтому быстренько эти селение построили здесь дом но также у них был были другие постройки но не не суть важно это обычная не бревенчатая конструкция здесь немножко по-другому что может быть бревна я точно не знаю насчет насчет наружи я знаю какие стены стены сделаны из из подтоварника поставлены вертикально прибитые даже гвоздей не было у них проволока с одной стороны заостренные то ли то ли клещами то ли чем ну видно что самодельные такие гвозди и загнутые с другого конца наколотая обрешетка была в одну сторону с одной стороны стены с другой стороны в противоположную это когда я выпиливал дверь и вот здесь произошел взрыв газа вот три окна эти два новых окна которые поставил слева металлопласт а это старое окно я не знаю выбивала тут стекло не выбивала меня здесь не было мне сказали что когда произошел взрыв газа газового котла он видно там трубы подходят все то заляпала стены и потолок ржавчиной и сажей их пришлось перебеливать насчет штукатурки отпадало или нет там вроде бы не отпадало пришлось их перетирать для то потому что сажа перетирать это значит протирать от чтобы затереть чтобы можно было побелить потому что на насажу белить она получается там желтела бы очень сильно такое сначала было темная потом желтая потом но в общем такой неприятные цвета потом ну обложена кирпичом обкладывали кирпичом в семидесятых восьмидесятых не суть важно суть важно то что это простейшая такая конструкция стандартная для нашего села и нашего региона в принципе с небольшими различиями там по форме крыши она была скорее всего накрыта соломой вначале или камышом это проще камыш и он надежнее потом была покрыта ты я не знаю насчет черепицы была покрыта или нет потому что верх только черепичный остался конек самый верхний конек и сейчас она покрыта шифером дом не супер крепкий но взрыв газа выдержал также так же я перед этим я жил в черкассах я не слышал чтобы дом развалился на части от взрыва газа черкассы где-то там 300 чем-то тысяч и я такого не слышал до этого я жил в днепропетровске сейчас это город днепр его так местные называют днепр сокращенно и принципе понятно слишком долго выговаривать и также и жил в городе кривой рог что я хочу сказать за кривой рог это место где я родился малая родина так называемая и вот кривой рог там были в 80-е 70-е 80-е года проблемы с отоплением и в основном с горячей водой 20-го века в смысле я говорю за 20 век и многие ставили себе газовую колонку тогда разрешалось это все очень было просто то есть я думаю что за бутылку водки можно было это сделать я не знаю как это все происходило так как в нашем доме у всех была газовая колонка горячей воды практически с крана не пользовались нагревали себе когда надо и такое было несколько раз у меня у меня такие были случаи что колонка там плохо себя вела там вообще закипала вообще всякие всякие разные вещи но чтобы взрывалась я такого не видел никогда то же самое я никогда не слышал у меня также было вдруг у родственников было печное отопление то я там жил то я там жил на двух квартирах печное отопление газ тоже был газ ну криворог газифицирован очень хорошо так как там шахты всякие перерабатывающие металлургические предприятия всевозможные ну поэтому я к чему веду что я не слышал никогда ни от кого ни в советское время не в не в постсоветское время что у где-то обвалился дом хотя газом пользовались в больших количествах то есть у нас была газовая печь так называемая форсунка грубая печь сложенная специально под форсунку у нас газовая была колонка для нагрева воды а также газовая колонка для нагрева воды в другой квартире газовая плита в другой квартире ну и в этой тоже была газовая плита и не было никогда такого даже понятия чтоб что-то взорвалось насчет газа насчет баллонов я с этим сталкивался мало но тоже никогда об этом не слышал чтобы баллонный газ взрывался то есть я не слышал чтобы взорвался дом чтобы его разнесло на запчасти в этом селе мощный в черкасах я не слышал об этом хотя здесь с 85 или с 80 какого-то года газифицирован частично или полностью газифицировано было село черкасах я не слышал в днепропетровске это довольно крупный город не знаю как там миллионник или нет но в общем довольно крупный и 500 чем-то тысяч кривой рог кривой рог очень газифицирован и там ну но это редкость и там где не было только в каких-то хибарах в каких-то там жутких этих местах только там не было газа я не слышал чтобы дом многоэтажный или одноэтажный или какой-то еще чтобы он взорвался такое никогда не слышал так что взрывы насчет газа но вот кусок дома бах там по-моему когда ракета упала в рф и сказали что это газ взорвался ну знаете ли баллоны взорвались газом там не то что баллона там не подведено вот у меня кстати труба подведена к тому помещению этом не пользуюсь но я такого никогда не слышал а вот где это было под воронежем что ли в воронеже кусок ракеты упал и сказали что это газ типа баллон взорвался там не то что магистрального газа не было там и баллона у нее было там все делалось на электричестве так как с баллонами довольно возня такая вот не все хотят возиться так что когда говорят взорвался газ это значит не газ это сразу думаете что это не газ думайте о чем-то другом не знаю что там было но вот такие вот дела с вами был арсений селезнил зверобой много вот кстати вот где заходит труба газовая много всяких историй я знаю с газом я работал с газовым резаком всевозможные плиты ремонтировал ну я не специалист по этому делу то есть я не учился на это дело но принципе что там учиться там не настолько все сложно и никогда такого не было подписывайтесь на канал смотрите обновления пока